привет привет мои хорошие сегодня у нас возобновление рубрики анонимные истории истории от моих подписчиков так получу я это письмо давненько но никак никак не собиралась с мыслями чтобы снять видео так читаем здравствуйте фасима хотела поделиться с вами своей историей попросить совета возможно со стороны все виднее я на протяжении длительного периода общаюсь с турком начиналось все с банальщины но как-то постепенно начали привыкать друг другу как и обычно все бывает так как живем в разных странах постепенно сошлись на том что нужно увидеться вживую он сразу же купил билет и прилетел от него было невероятное тепло внимание элементарно чай заварить не давал потому что пол холодный а я простыла после неудачного предыдущего опыта каждый его подаренный букет каждый завтрак в постель воспринималась как вау что нам еще женщинам надо так мы и виделись такими его набегами да безусловно он приезжал ко мне часто старался успевать между работой вот и настал день когда заговорили о том что я должна переехать к нему понятное дело что в качестве жены но я сказал что лучше мне приехать просто посмотреть что да как может быть бытовуха не подойдет мне он был согласен и вот купивший мне билет стали ждать дня встреча была хорошая на знакомство с друзьями которые уже женаты некоторые были с очаровашками детьми смутило одно мы жили вместе на съемной квартире как он объяснял у нас вы не поняли если бы я привел девушку домой да да перед этими как будто бы уже стала как будто бы уже его невеста была невеста осталась девушкой вот единственное не написано в каком городе это все происходило просто в каждом городе турции может быть по разному так где например совместное проживание будет расцениваться как что-то очень плохое где-то в каком-то городе в каком-то городе на это не так будет страшно смотреть я это имела виду а как уже ясно семью незнакомую вот вот спроси чем я думала тогда я не знаю пишу о слезы на глазах какая дура прилетела домой в принципе общение как и раньше раньше мы говорили что вот закончится мои дела у меня на родине я перееду но сейчас я когда спросила что мне делать теперь думать о будущем в моей стране ответил а как ты хочешь что ты об этом думаешь что я должен сделать интересно я сказала я ничего так я сказал я ничего тогда не знаю ты знаешь сейчас когда все устаканилось в голове я понимаю что это скорее всего как замыливание глаз было но мы-то дурочки всегда верим что этот на этот раз уж точно не уж точно повезет вот сижу слезы на глазах на души разочарования и понимаю что это конец но сама ищу ему оправдание утром просыпаюсь и думаю не верю ни единому слову больше не поверю а потом все мысли да и наоборот как я поняла из этого рассказа они до сих пор общаются девушка ждет как бы все равно и находит ему оправдание как я понимаю вот так ну что могу сказать одна из обычных ситуаций на мой взгляд вообще турецкие мужчины да и не только турецкие секунду и так типичная ситуация история как я и говорю не только для турецких но и восточных кавказских мужчин я про славянских не знаю это как у меня опыта общения с ними не было наши мужчины знаете пока не добьются женщина у них есть такое ухаживать распускать хвостик павлином да самые прекрасные части своего характера показывает в принципе наверное это не только у наших мужчин есть такое вот не хочет моя камера тени стоять так как надо мне но ничего ну что я могу сказать скорее всего мне так кажется я не знаю так как вы говорите что он до этого уже приезжал к вам у вас были встречи и все его устраивало и он говорил о женитьбе как бы это с его стороны шла инициатива не с вашей а после того как вы приехали к нему отношение немножко изменилось скорее всего но это только лишь моё мнение я могу ошибаться вы не понравились его друзьям ну как не понравились не знать что вы должны были внешне понравиться или еще что то просто его друзья могли посчитать что вы не подходите в качестве супруги ему может быть было так потому что до приезда к нему до знакомства с друзьями как бы он был согласен на то что это что вы поженитесь и так далее а после же тишина часто бывает такое что мужчины после того как получат то что хотели уходят в подполье как бы принимают позу страус так говорить прячут голову в песок не хотят внести ответственность за поступки с идеями и так далее в данном случае он вашу ситуацию бросил на самотек будь что будет и как бы всю ответственность за ваши отношения переложил на вас и я считаю что вам не стоит искать ему оправдание мужчина который хочет быть женщиной он найдет все пути все возможности тем более я не вижу чтобы у вас были какие-то проблемы преграды чтобы быть вместе у вас этого нет вы по крайней мере об этом не пишите если бы он хотел бы жениться на вас наверное он познакомил бы вас со своей семьей вот с кем-то из членов своей семьи знаете бывают ситуации даже когда мужчина просто встречается не собирается жениться но все равно знакомы с членами семьи а тут как бы он говорит о женихе и не знакомит ни с кем из членов своей семьи но меня бы это насторожило хотя вас тоже это насторожило изначально но вы как большинство женщин которые мы хотим любви и сказки вы ушли в эту сказку с головой окунулись ну что поделать итог итог вашей истории мне кажется вам нужно нужно забыть его и обратить внимание на других мужчин я бы сделала бы на вашем месте именно так потому что не вижу я чтобы мужчина этот старался пытался и что-то делать для того чтобы вы были вместе кроме того что он к вам приезжал ухаживал за вами завтраки в постель чай заваривал букетики ну это элементарные вещи в принципе для всех мужчин а не только для турецких поэтому на такие вещи я как бы внимание не обращаю завтраки в постель букетики это норма это то что должно быть это не такие прям поступки из-за которых женщина должна голову потерять это элементарно все кроме вот этого и то что он покупал билеты билеты вам ну я ничего не вижу что он сделал для того чтобы быть с вами поэтому мне кажется вам лучше забыть его сложно да бывает очень сложно тот момент когда вам плохо на душе сложно кажется а как же так а почему а может все изменится а не просто так же встреча произошла и так далее ну знаете всевышний не зря нам дает понять часто бывает только всевышний дает нам понять что вот не складывается у вас отношение именно с этим человеком а мы не хотим это замечать не хотим это замечать и каждый раз каждый раз ищем оправдание в той или иной ситуации хотя оправдывать все элементарно оправдывать им не нужно поэтому я посоветую забыть его ну забыть это легко нужно просто перестать с ним общаться заблокировать его везде потому что у турецких мужчины это в крови как говорится их в дверь а не в окно поэтому заблокировать везде чтобы у него не было возможности через месяцок другое где-то откуда-то появится и написать или позвонить вам вот это мой совет что посоветую девочки не знаю девочки что вы думаете девочки и мальчики тоже может быть мужчины тоже смотрят мой канал очень интересно было бы послушать мнение мужчин тоже что вы думаете по этому поводу напишите пожалуйста ваше мнение но всегда прошу всегда очень прошу быть очень корректными потому что анонимные истории пишут люди у которых и так на душе тяжело пожалуйста не кидайте тапками да можно написать свое мнение оно не всегда должно быть пряником нам периодически нужно не только пряник нужно написать так чтобы не оскорблять человека всегда прошу быть без оскорблений все на этом закрывать мои хорошие жду комментарии не забывайте ставить лайк в последнее время я смотрю забывают мои зрители не оценивают мои труды не забывайте ставить лайк мне будет очень приятно до новых встреч пока пока